Хэй, хэй, хэй! Всем привет, дорогие друзья, с вами Чинацкий, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием War Robots. Новогодний апдейт. Собственно, сегодня кроме обзора небольшого на новогодние ништячки, мы с вами откроем, конечно же, операцию, которую я здесь уже довольно-таки неплохо выполнил. Ну и приобретем нового робота, я думаю, что это также будет очень интересно. Поэтому оставайтесь со мной, и не забывайте, конечно же, подписываться и ставить лайки. Чем больше лайков на видосе, тем больше шанс, что я продолжу играть очень-очень скоро. Кстати, покрасочка на Джаггера, Кавальир, это, конечно, не легендарная покрасочка, которая дает плюс 5% кхп, но тоже скинчик, который я надеюсь, что смогу поставить. Так, ключи дропаются, все нормально, все хорошо, золотишечко прилетело, тоже нам пригодится, надо будет докупить детальки для Ареса. У меня там остается буквально полная фигня по деталям, я их докуплю за золото, и уже поставил делаться атомайзер. То есть, следующий наш предмет в мастерской, это атомайзер, дорогие друзья. Так, ну все, вроде бы все забрал, все, что нужно, замечательно. Давайте, наверное, начнем с покраски Джаггера, хочу сделать его красивым. Ооо, ну что такое, это прям нормально так смотрится, слушайте, мне нравится, мне нравится. Неплохой такой красный боевой робот, вполне себе, мне по душе. Так, дальше, наш следующий ход. Друзья, я, скорее всего, сделаю ход конем. Я хочу убрать эту Наташу, поскольку у меня пока что пятого слота под меха нет. Я уберу вот эту Наташу, но сделаю немного по-другому. Я просто этот обвес, который сейчас стоит на Наташе, эти тандеры, перевешу на девятого уровня Наташу, она более мощная. Собственно, вместо вот этой голой Наташи я поставлю уже непосредственно нашего нового меха, примерно такой план. Так, Фаиза, 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 я думаю, что тебя мы пока что просто отзываем, пока что уходи. Вот у нас такая голая Наташа, мы ее меняем, собственно, на нового механоида. Фу, я думаю, блин, это будет весело показать на новом, я уже привык к своим и хочу, конечно же, попытаться сделать что-то новое, интересное на новом нашем роботе. На нем будет своя страта, на нем надо будет работать по-своему, поэтому я буду, конечно, очень даже заинтересован в этом. 42 золота мы с вами тратим и получаем... Так, тратим, получаем... Ареса. Вот этот красавчик, который у нас с вами будет просто нагибать, я надеюсь, Арес, это бог войны, как вы знаете, я надеюсь, что он действительно сделает очень даже... Ой, блин, у него, кстати, неплохие скины. Но это мне не очень нравится, обсидиан, вообще кайф, магма, вообще по кайфу, очень красиво трубки меняются. Queen of Spades, ну не знаю, и Queen of Spades, морской бриз, ну тоже такое себе, мне больше всего, пожалуй, нравится магма. Так, красота. Но 2500 голды стоит, поэтому неудивительно, что такой красивый, да. Ладно, что мы будем делать по его управлению и по его обвесу? Это, конечно же, вопрос очень хороший, я пока что не совсем уверен, не совсем уверен. Давайте сначала разберемся тогда с тем, что у нас уже есть. Блин, Арес, красавчик, красавчик. Так, на Наташу эту мы с вами Зевсы отзываем. Я не хочу, наверное, ставить на... Хотя... А знаете что, пожалуй, оставим. Мне, в принципе, нравится Наташа на Зевсах. Конечно, на Тандерах там тоже офигенский дэмэдж, но она очень ситуативная. А Зевсы хорошо, хороший дэмэдж выносят на, в принципе, почти любой дистанции. Поэтому, пожалуй, да, пока что оставим так. Здесь у нас с вами на Джаггере, это на Криптик Фенрере. И, ну, блин, я тогда думаю, что у нас остается пока только Фаизу назначить на данного меха. Просто только в том, что она, конечно, вообще к нему сейчас на данный момент не подходит. Поэтому, естественно, мы будем все это менять, но чуть попозже. Так, Панишер. Я думаю, что вместо Панишера мы можем с вами себе позволить поставить какой-нибудь Тулумбос 1350 у Панишера, в свою очередь. Давайте, ребят, я сейчас подумаю и покажу вам уже готовый обвес, как я хочу своего Ореса усилить. Ну что, друзья, временно я на него поставил вот такой вот обвес. Собственно, два легких лазера наверх. И вот такие вот пушечки средние, честно, поставил то, что было. То есть, по сути, я не очень доволен, конечно. Но думаю, что мы этим с вами еще займемся. Тем более, что у нас сегодня еще анбоксинг небольшой. Собственно, давайте, кстати, сразу же откроем, наверное, у нас два бокса сегодня. Я предлагаю один открыть прямо сейчас. А второй откроем уже под конец серии. Итак, собственно, кстати говоря, всем предлагаю открывать только... Так, там детали Кваркера и две штуки энергоблоков. Если я не ошибаюсь, тут не меняется местами. Ты можешь выбрать то, что хочешь. Кажется, здесь были детали Кваркера. Ага, нет, меняются все-таки, ты смотри. Нам дали 3000 энергоблоков. Это, кстати, очень неплохо, вполне себе достойная награда. И я к чему, друзья, всегда открывайте только этот ящик. Он реально безумно топовый. Мне, кстати, досталась одна из самых худших вариантов. Один из самых худших. Здесь все намного хуже, я вам сразу говорю. Это поставка для тех, кто хочет именно Тифона получить. То есть здесь все, по сути, под этого Тифона. И много деталей звуковых пушек. Здесь все, по сути, просто подстроено. Ну, вот есть 4 хороших приза. Вот они. Чертеж, может быть, еще более-менее. И две прекрасные пушки на Титана. Все остальное, блин, ну не знаю. Это очень такое себе. Это прям дорого стоит. И такая себе польза. Вот за соточку, мне кажется, это лучший вариант. Прекрасно заходит. Я думаю, что лично я буду покупать именно его. Ну что, друзья. Я думаю, что здесь мы с вами сделали все, что хотели. Погнали, наверное, в бой. Сейчас уже будет поинтереснее с Аресом-то поиграть. Понятное дело, что, опять же, обвес на него пока что... Не-не-не. Так, собственно, первый бой у нас Смертельная битва. И, друзья, давайте, наверное, сразу затестим Ареса. Если бы это был контроль маяков, то можно было бы еще поставить другого робота. Но сейчас в Смертельной битве, я думаю, что Арес вполне себе зайдет. Такс, что мы с вами имеем? Блин, мои, ну как бы, лазеры, они пробивают на очень хорошее расстояние, 1200 метров. То есть, по сути, можно издалека неплохо расстреливать. В принципе, я даже думаю, что это как-то вот так работает. Ай, блин, он невидимый стал. Ну что за собака-то такая? Ну вы посмотрите на него. Ну что это такое, блин? Ну, блин, не особо мы реализовали свой щит. У него откат довольно долгий, поэтому ждем-с. Зато очень быстрый робот. На самом деле, Арес мне прям в кайф в этом смысле за него поиграть. Прям реально приятно. Так. Так. Отлично. Абсорбируем урон и отправляем его вот сюда. Слушайте, ну, кстати, впечатляет. Он, естественно, у меня он умирает очень быстро. Он вообще не прокачанный первого уровня. Естественно, в следующей серии он уже будет значительно более прокачан, друзья. Это я вам обещаю. Но, блин, он неплохо дамажит. Серьезно, учитывая, что у нас, ну, типа, особо пушек нормальных там на него сейчас и нет. Он очень неплохо продамажил. Ну, я думаю, что на нем будет крайне интересно поиграть. Я прям жду момента, когда у нас будет больше на нем хпшечки. Пушечки поинтереснее. Я прям вообще, прям буду очень даже рад. Так, хорошо, сюда мы пока не достреливаем. Я предлагаю... Да, до туда мы не успеваем, но его тоже уже уничтожают. До туда разве что дойти, но этот сваливает оттуда. Ну, туда мы, наверное, не... Ну, можно, в принципе, туда попробовать пропушить, друзья. Это, кстати, тоже АРС, что ли? У него какой-то... У него АЕГИС, у него не этот, не абсорбирующий щит, я так понимаю. Такс, ну, давайте, наверное, будем пушить в сторону их поинта. У нас, в общем-то, очень неплохие сокоматники, как я вижу. Они вроде бы работают, все хорошо делают. Я даже особо не успеваю за ними. Ну, давайте пропушим здесь немножечко. И вот сюда. Здоровенько, здоровенько. Ага, выключаем, ждем. Это АРС. Как видите, неприятно. Ничего страшного. Хилимся. Ждем. Поехали. Вот теперь поехали. Вот теперь мы наносим свой дэмэдж. Финрир, к счастью, у нас тоже крайне-крайне... Ой-ой-ой, что это такое было-то? Что за баги, глюки, не понял? Так, здесь нуклеона можем пробить, я думаю. Блин, ну не знаю. У него там жесткий перегрев у нас уже с нуклеоном нашим. Но мы по идее снимаем. Есть. Давайте хилимся. Тут тоже все у нас очень неплохо. Плюс нам помогают. Мы работаем в тиме. Все работают... Ну, выполняют свою задачу. Поэтому все ок. Отлично. На тандерах два тандера. Он может выносить очень неплохой дэмэдж, конечно же. Но я надеюсь, что мы его так же быстро снесем. Блин, ну да, он еще и хилится. Да, но два тандера сложно обыграть. Тут, конечно, дэмэдж идет дикий. Несмотря на то, что, опять же, это очень базовый, можно сказать, робот. Наташа плюс два тандера. Это все можно купить за серебро. Но дэмэдж выносится прям такой. Если вблизи стрелять, то это очень мощный дэмэдж. Очень мощный. Такс. Счет 9-7 тем временем. Не сказал бы, что прям какой-то безумно в нашу пользу. Но нормально, нормально. Блин, какой красивый красный наш робот стал, да? Вообще, паучок просто шикарный. С синим он сочетается просто изумительно. Мне прям по душе. Мне прям реально по душе. Смотрите, какой красавец. Давайте вот так. Оп. Красиво. Поехали сюда. Ну, он сейчас успеет, конечно же, свалить. Он понимает, что ему здесь особо... Нет, самое... Не намазано медом, да? 600 метров. Ну, мы можем туда пострелять чуть-чуть, наверное. Вот так вот. Весь бой сейчас там идет. Поэтому давайте... Ага. О, здорово. Помогаем. Сносим как можем. Хорошо. Хорошо. Должны добиться. Ну, блин. Давайте, ребят. Давайте, давайте, давайте. Должны. Ладно, неплохо. Мы ему снесли. Хорошо. ХП, в принципе, сойдет. Такой себе бой для Ресса, на самом деле. Конечно, мы его особо там не затестили, но в целом норм. В целом норм. Я предлагаю попытаться запушить вот этого чувачка на Тандерах. В принципе, у нас есть Аегис, поэтому я думаю, что вблизи мы тоже ему сможем нормально навалять с помощью... Дрэгген Калэмити. Как вы помните, энергетическое оружие стрелять сильнее, если ты близко расположен. Поехали. Ну да, Тандеры, конечно, тоже выписывают. Мама не говоря, ну посмотрите, он пол ХП мне снял, по сути, с Тандеров. Да, жесть. Я, конечно, очень удивлен, что просто два банальных Тандера сносят чуть ли не сильнее, чем два Калэмити. Но надо заметить, что, может быть, у него они просто сильно прокачаны, как вариант. Такой вариант я тоже допускаю, на самом деле. Такс, здесь 300 метров, но он там... А, вот. Хочешь пообщаться с нами или что? Не, не хочешь. Ну ладно, как хочешь. А вот сюда можно и пострелять, по большому счёту. Ага, поехали. Он там подрубает свой щиток физически, да? Ничего страшного. Пока вырабатываем и прячемся вот сюда вот. В принципе, у нас уже, друзья, мы отработали всё, что надо. Мы теперь можем спокойненько ждать. И в нужный нам момент мы с вами, конечно же, активируем Артура. Артур начнёт делать своё дело. Я думаю, что вполне себе хорошо его сделает. И дальше мы уже, в общем-то, просто... Так, давайте прячемся пока что. Угу, не получилось. Ничего страшного. Абсолютно 15-10 счёт. Вполне себе достойный. Давайте Наташу последнюю реализуем. В принципе, я всё ещё немножечко думаю на тему того, что возможно поставить Наташу на Тандерах. Вместо этого. Но смотрите, блин, она красиво себя показывает. Два зевса, хоть и не гигантский дэмэдж, прямо скажем, но довольно-таки неплохой. Артур у них в свою очередь. И кида, я вижу. Ну, кид это подарок небес, это очень изи. А вот Артур это посложнее. Плюс он прячется там за дома. Мне немного сложно будет его загасить. Давайте попробуем вот здесь помочь тогда. В таком случае. Вот как-то вот так вот. Окей, там два кида. Это изи. Это изи. Не паримся. Два кида сносятся довольно легко. Слушайте, я начинаю думать, что реально возможно лучше поставить на Тандерах. Пишите в комменты, что думаете. Что лучше, Наташа на Тандерах или Наташа на зевсах? Потому что, не знаю, в принципе, Тандеры вот в данной ситуации, наверное, были бы более эффективны даже. Окей. Ага. Ну и вот сейчас тоже, я думаю, что Тандеры были бы намного более эффективны. Мы бы сняли. Хотя, ну, я думаю, что Experimental Spark, вот эту боковую пушку мы в любом случае оставили бы на Наташи, так или иначе. А в остальном... Ну, вот вы видите дэмэдж, да? Да, он вроде бы неплохой, но, как бы, не знаю, на Тандерах, я думаю, что было бы больше, если честно. Есть такое ощущение. Так, здесь тоже выписываем Experimental Spark, постоянный хороший дэмэдж выдает. Хоть и пушка, и легкая, но довольно-таки неплохая. Нам бы обойти, на самом деле, вот этого Артурчика. Артурчика обойти и ему сзади немножечко еще надавать. Может быть, мы это сможем даже сделать сейчас. Сбоку даже вот так вот. Оп. Здорово. Отлично. И вот так вот сбоку мы его и будем дамажить. Прекрасно. На самом деле, Артура снять это очень хороший будет для нас импакт. Поэтому, в принципе... Ну, я вижу, что там тоже сзади нас кто-то это уже делает. Но главное, что мы помогли. Теперь сюда. Блин, мне даже Артура выпускать не нужно. Мы и так разматываем очень неплохо. Ну, вот сейчас, скорее всего, уже надо будет выпустить. Успеем? Зевса выстрелить, нет? Успеваем, но... Ладно, ничья. Сойдет. И выпускаем Артура. Артур, погнали. Погнали. Ну, у нас там наши летающие титаны. Ой, смотрите, прям три летающих сразу. Они выписывают офигенский дэмэдж. А учитывая, что у них больше, собственно, Артуров нет. Только киды. То дэмэдж, соответственно, этот очень хороший получается. Блин, к сожалению, они все отходят. И я просто не могу внести никакой урон. Все вносится нашими союзниками. Блин, жалко. Сейчас они нафармят нормально урона на кидах. Жесть. Пулеметные очереди просто бесконечные какие-то шумят. Ну да, здесь уже GG. Я уже не успеваю, к сожалению, дойти никуда. Потому что здесь уже наши чувачки отработали свое. Ну что, друзья, получился довольно такой бой. Если честно, не особо насыщенный мысль. В общем-то, как начали вести, так и вели весь бой. И даже Ареса я как-то не смог заценить в достойном. Потому что, в общем-то, он отъехал довольно быстро. Но надо заметить, что мне понравилось. То есть, я думаю, что в будущем, когда он будет более прокачанный. Ну да, видите, лям 200. Как бы мы просто не смогли внести урон по титанам вражеским. Поэтому особо не нафармили, к сожалению. Да, наша основная задача, я думаю, заключается в том, чтобы прокачать Ареса. Кстати, еще один бой. И если выиграем, то нам дадут тысячу энергоблоков. Да, прокачать Ареса. И тогда, я думаю, что будет уже еще более все интересно. Кстати, что у нас по усилению титана? Есть у нас что-нибудь? Давайте что-нибудь улучшим, наверное, друзья. Дополнительную прочность. Или увеличить урон от Бласт Вейм. Давайте просто ХП-шечку купим ему и все. Не запариваясь. Вот так вот, прекрасно. Замечательно. Ну что ж, двигаем дальше. Наверное, еще один бой сыграем. И можно будет уже открывать финальный бокс. Надеяться, что там нам тоже что-то выпадет. Такое прям подгончик на Новый Год от разработчиков. Так, а вот здесь, собственно, у нас превосходство. Давайте активируем Джаггера. Нам нужно будет с вами... Блин, какой же он красавчик. Мне так нравится. Вы посмотрите, как этот красный с синим смотрится. Мне прям вообще по душе. Очень красивый. И куда сразу уничтожен? Что-то я не понял. Что-то я не понял. Что это за китайец так решил нас подставить? Начало так себе, честно скажу. То есть мы играем минус один сразу, да? А, у них тоже, кстати, Андрей Крым отлетел. Видимо, улетел отдыхать в Крым. Вероятно. Ага, вот видите, у нас еще один уничтожен. Ну, видимо, Ливер, друзья. Видимо, Ливер здесь, к сожалению, такое бывает. Такс, ну че, поехали. Ну, наведись. Окей. Успеем снести до того, как он захватит? Боюсь, что вряд ли. Хотя, нормально. Отлично. Начало хорошее. Второго снесем. Я очень хочу захватить... О, май гад. Он отключил все мои подзащ... Эти... Подсистемы. Все эти подсистемы отключены. Я даже подхилиться не мог. Блин, он использовал энергоблоки, но подхилиться уже не мог. Давайте ОРС активируем. Мне очень хочется попытаться выйти в центр. Блин, какой он быстрый вообще. У меня прям в кайф. Посмотрите, он намного быстрее, чем даже паук. Блин, китайцы продолжают умирать. Мне это вообще не нравится, конечно. Но, что поделать. Здесь можно издалека уже пострелять на 1200 с Гекко. Но... Опачки. Опачки. Давайте. Нормально. Мы неплохо внесли на самом деле. Три точки наши. Я готов абсорбировать урон, если вот здесь что-то пойдет. Интересно. Слева вижу, да, чуваков? Справа вижу. Активируем. Отлично. Отлично. Он дэмэдж в нас вносит. Правда, я так понимаю, что надо будет изучить, в какой момент именно абсорбация происходит. То есть, в какой момент мне нужно сохранить патроны. Потому что, сами понимаете, патроны тоже расходуются. И хочется их расходовать как раз с усилением от абсорбации дэмэджа. Но, ладно. Окей. Пока счет мне не очень нравится. Несмотря на то, что 3-2, друзья. Но мы умираем. У нас умирает, по-моему, больше чуваков, чем у противника. Ну и, как минимум, то, что китаец у нас в итоге все-таки сдал всех своих роботов. В то время как Андрей Крым, видимо, из Крыма уже вернулся. И, так сказать, скорее всего, где-то там уже тусуются. Хотя я его и не вижу пока что. Такс. Здорово. Здорово. Снуклиона особо не внесли. Но я так и думал, что он успеет телепортнуться. Когда я... О. Еще раз привет. Ага. И он, к сожалению, МК-2, друзья. Я боюсь, что здесь у нас с вами будет все-таки луз. Есть у меня ощущение, что здесь все-таки будет луз. Несмотря на то, что, опять же, счет пока в нашу пользу. Мне почему-то кажется, что мы не сможем затащить. Есть у меня такое смутное ощущение. Посмотрим, конечно. Всяко. Может быть. Хиляемся. Это он на МК-2 или нет? Мне вот очень интересно. Помощь ноль. Помощь ноль, к сожалению. Моему великому. Помощь ноль. Так. Ну, я думаю, что нам надо будет много хиляться сейчас. Потратим много энергоблоков. Но это... Это будет не зря, я надеюсь. Видите, опять отключил подсистемы. Неприятная ситуация, когда подсистемы отключаются, честно скажу. Так. Давайте, давайте. Выстреливаем, выстреливаем скорпиона. Он с МК-2. Один из них, я не помню какой точно. Но один из них с МК-2. Нам надо обязательно сносить скорпиончиков. Опять? Да что ж такое-то? Он только на меня, что ли, отключает? Что за бред? Уже третий раз. Алло. Два раза подряд. Вы издеваетесь? Ну, все. У меня уже, к сожалению, фенрир отлетает. Остается последний мех. Наташа, дальше подключаем Артура. В принципе, счет 3-2. За счет этого у нас уже очень хороший результат. Меньше половины у них остается хитпоинтов общих. В принципе, если мы ценой своей жизни будем держать все три точки, это будет очень хороший результат. Но я боюсь, что мы скоро уже отдадим третью точку. А, нет! Слушайте, я не знаю. Это очень хорошо. Это прям безумно хорошо. Мы прям действительно... Ну, вот по... Я чувствую, что мы проигрываем по роботам, но по счету общему вполне возможно, из-за того, что они не особо пушат, у нас есть шансы. Мне кажется, такое имеется. Так, хорошо. А, нет, нехорошо. Это наш, блин. Косикнул, ничего страшного. А вот здесь надо уже пушить. Здесь надо пушить. Причем по возможности как можно активнее. Нельзя дать ему возможность захватить... А, он и не захватывает. Стоп, он и не захватывает точку. Что происходит? Блин, что за цирк шапито какой-то? Так, ладно, давайте Артура высаживаем. У них остается примерно четверть. Четверть хп. Блин, шансы есть. Учитывая, что у нас еще и Артур, шансы реально есть. Так, у нас 500 стреляет. Ждем пока. Огонь. Прячется. Огонь. Спрятался. Так, они захватили поинт. У нас остается два поинта. Блин, надо главное не отдавать. Блин, они что, захватывают и этот что ли? Что происходит? Да, ситуация не самая приятная. Поинты захватываются. Причем захватываются довольно агрессивно. Найс. Нельзя дать им захватить этот. Во всяком случае. Давайте прячемся сюда. Берем этот поинт. Хотя бы с двумя, я думаю, что есть шанс захватить... Ну, то выиграть. Даже вот по такому счету. Найс. Минус. Я буду, наверное, пытаться дефать через этот... Ну, именно эту точку буду, скорее всего, пытаться дефать. Там сзади скорпион, наверное, что ли, да? Есть у меня такое ощущение. Давай, давай, надо добить, надо добить, надо добить, надо добить. Есть контакт. Все. Я, скорее всего... Блин, или пройти вперед и попытаться вот здесь эту тоже захватить. Давайте попробуем. Шансы, в принципе, имеются. Как раз за нами пойдет остальное... Ну, да, я думаю, что это хорошая идея, и он тоже помогает нам, прекрасно. Прекрасно. Ломаем щ... Опа! Здорово. Ждем, 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 ждем. Блин, здесь... Слушайте, ну, титаны пошли довольно активно, поэтому не знаю... Да, наверное, это ошибка, надо идти назад. Надо идти назад. Я думаю, что мы сможем сдержать их, поэтому идем назад. Так, Ноденс за нами ровно. Отлично, у нас хилл будет, соответственно. Так, вот этого надо бы снять сейчас, попытаться. Ждем, 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 ждем. Поехали. Поехали. Прячется. Убьем этого. Блин, слушайте, у них очень много всего. У них очень много огневой мощи, но они уже не смогут. Я думаю, что это выигрыш. Скорее всего, это выигрыш. Трачу все, что у меня есть, просто чтобы помочь. Надо хотя бы кида снести. Да, я думаю, что это победа, потому что, ну, уже будет очень тяжело. У нас три точки, это гигантское преимущество. Меня хилят, но хилят совсем незначительно, я боюсь, что... А что он... А, 500... Блин, сори. Что-то я бездумно потратил патроны, ничего страшного. Меня быстро снесут, я это прекрасно понимаю. Тут дэмэдж идет гигантский. Но, друзья... Фуууу! Три точки захвачено. Какое счастье, что все-таки... Ну, я думаю, что у нас тоже нормально по дэмэджу вышло. Главное, чтобы они все не умерли сейчас. Я понимаю, что эту точку могут отпушить. В принципе, без проблем. Но они не смогут... Даже если у нас будет две точки, мы все равно вот этот... Малякусичный кусочек, скорее всего, захватим. Я не понимаю, почему они не пушат. Не понимаю, почему они стоят. Естественно, надо идти, надо забирать точки. Как можно скорее. Но тут уже даже если одна точка была бы, я думаю, что мы бы уже выиграли. Да, хорошо. Интересный бой получился. АРС, конечно, себя, опять же, не реализовал. Но в целом... В целом, я думаю, что мы себя неплохо показали. Давайте посмотрим финальный счет. И откроем, конечно же, последний... Последнюю поставочку. Ну-ка. Давай. Триста тысяч. И... Мнам-нам-нам. Ну вот, этот наш подставил нас. Я надеюсь, что его игра тоже отсечет. Ну и нас не пустит больше, короче, в игру. К нормальным людям. А здесь у нас с вами лямчик. И, в принципе, вполне себе окей. Ну что, открываем еще одну поставочку. Так, у нас тут операция. Давайте ее сразу тоже заберем. Потому что я забираю операции именно на видосах. Как вы можете заметить, я их сам не открываю. И смотрим, что у нас в особой поставке в этом же сундуке. Давай. О-о-о-о. Блин, там есть... Блин, главное не детали. Просто все, что угодно, только не детали. Николас Воданс! Если я не ошибаюсь, он для другого меха. У меня такого нет вроде бы, да? О-о-о-о. О-о-о-о. Пока его способность активна, Фенрир получает дополнительные очки защиты. 25 дополнительных очков. Ну что, друзья? Пишите в комментарии, что думаете, кто лучше будет. А-а-а. Вот этот новый герой. Или же Бернадетт Вульф. С помощью Бернадетт она дает нам 50% дополнительного ХП. Если... Ну и недоступен щит Аегис. А-а-а. Данный герой же, в свою очередь, доступ... Ну, с помощью него доступен щит Аегис. Но при этом... А-а-а. Повышается еще защита дополнительная на 25%. Но ХП будет меньше. Пишите, что думаете, друзья. Я не знаю пока что, на кого лучше использовать в данной ситуации. Понятное дело, что это для Фенрира. Именно поэтому буду использовать либо ее, либо его. Но мне будет интересно узнать ваше мнение. На сегодня, пожалуй, что все. С вами был Ченаски. Увидимся уже совсем скоро в новом видео, дорогие друзья. О, кстати говоря, у нас тут еще тысяча энергоблоков. Увидимся совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь.